Мы говорим о выставке первой персональной, в таком, наверное, серьезном ключе, Ульяны Подкорытовой. Не буду скрывать, что это одна из моих любимых студенток, выпускниц, уже в следующем году Ульяна отвечает диплом, Ульяна Подкорытова. У нас, значит, одиозный, знаменитейший, крупнейший, крупнейший, крупнейший московский критик Андрей Квалев и его студентка факультета изящных искусств МГУ. Небольшое, как выражался Дмитрий Александрович Придгов, предовдомление. Значит, Ульяна Подкорытова, значит, до школы Ротченко закончила наш замечательный полиграф. Вот, Ульяна Подкорытова работает, как мне кажется, в такой достаточно интересной и традиционной для Москвы, как бы, эстетики, совмещения каких-то таких квази, как бы, традиционных, национальных каких-то форм и мотивов. Вот, выставка называется Косая. Косая – это мифологический персонаж. Его имя, ее имя, происходит от Косы. Вот, и поэтому немного предыстории для вас, чтобы вы могли рефлексировать, да. Это не первая выставка Ульяны Подкорытовой, посвященная теме Косы. Вот, и в определенном смысле это такая фиксация у нее, которая, как мы думаем, здесь достигает своего какой-то апогея, да, какой-то квинтэссенции. Теперь у меня вопрос. А кто придумал идею художника-персонажа? Давайте, что? Я как преподаватель могу сказать. Да, нет, а, то есть, ты хочешь сказать, что ты знаешь этот вопрос? Ответ? Ну, вот, в рамках, так сказать, в тех, которые ты задаешь, мне кажется, да, действительно художник-персонаж – это одна из таких базовых, я бы сказал, магистральных статей. Как мне кажется, художник-персонаж впервые, это новейшая история нашего искусства, появляется у Комарова-Малавида. Вот, это знаменитая их история, так сказать, создания этих персонажей, когда они в качестве нанятой рабочей силы расписывали и упрошали. Тонервый логин. Тонервый логин. Тонервый логин. То, видимо, как я тебе представляю ситуацию, страдают от спуки, занимаясь этим, хотелось какой-то поймать кураж или как-то улегчить свои… Ну, не могу сказать страдания, да, но как-то сделать из этого более такую… Зимой там сидели, и там было холодно, была печенка и много водки. Вот, так вот они, собственно говоря, первые задумались о том, что вот… А что было бы, если бы был художник, который как бы рисовал бы это все… С удовольствием. С удовольствием, всерьез. Как бы это называется? Креативил. Вот. Дальше, конечно, у нас есть человек, наверное, который достиг в этом поколении художников определенных высот. Это Дмитрий Александрович Пригов, да, который, как бы, собственно говоря, тоже, наверное, можно про него сказать, что он в каком-то смысле слился с персонажем. Да, и вот, собственно, Дмитрий Александрович Пригов – это и есть как бы персонаж, художник-персонаж в исполнении художника Дмитрия Пригова. Вот. Ну, там персонажей было много у него тоже, да, так сказать, были целые серии, да, ну, один из самых известных, наверное, милиционер. Вот. И так далее. Вот. Но, тем не менее, это как бы линия продолжается, и на сегодняшний день, мне кажется, сама стратегия стала настолько как бы востребованной и распространенной, что вот этот вот ход, как бы, да, так сказать, присваивания себе какого-то персонажа, он не является сам по себе… Ну, присваивание, а делегирование. Ну, да, делегирование, там, значит, он не является сам по себе как-то мерой вещей, я бы сказал, да. То есть, наверное, можно говорить об интенсивности и о, как бы, некой последовательности, да. Потому что персонаж, он, конечно, совокупность некоторых качеств, да. И если художник сам, как бы, скрыт, то вот совокупность качеств персонажа, которые выдвигает художник, она, как бы, собственно, и делает его, как бы, универсум. Вот. И здесь, как мне кажется, вот эта интенсивность играет очень большую роль, да. То есть, вот, не такая вот фрагментация, да, а такое погружение, укоренение и, в каком-то смысле, мифологизация. Потому что мы начинаем верить, как бы, в персонажа, когда создается такой достаточно убедительный, глубокий, продуманный и в то же время коррелирующий, как бы, с реальностью миф об этом персонаже, да. И если мы посмотрим на персонажей, которые создавали русские художники-концептуалисты и постконцептуалисты, то, конечно, они оперировали с фигурами социума, которые, как бы, и так, так сказать, в народной культуре были уже таким или иным способом, как бы, оперсонажены. Ну, народный или, там, в субкультурах, да, вот, как Камар Меламид, так сказать, придумали, а вот был бы такой художник, который бы все это делал всерьез, мы понимаем, что речь идет о каких-то конкретной такой фигуре, собирательном образе, образе такого советского художника, аккуратного выполнения, значит, социального заказа, члена МОСХа, наверное, да. И тут еще очень важно, что помимо, значит, персонажности идеологической, он обрастает, как бы, такой событийный или бытовой персонажностью, да. То есть, как бы, очень легко себе представить, как бы, так сказать, вот быт такого рода художников или быт милиционеров. Ну, как раз про Кабакова, который придумал быть персонажем. Да, 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 ну, коммуналка, все такое, все понятно. Вот, и даже поздние, как бы, изводы, то, о чем сказала, так сказать, Ульяна, да, то, что ей ближе чисто времени, там, Владик Монро, который в основном занимался такими фигурами массовой культуры, да, которые очень хорошо и без того описаны, то, как сказать, мы сразу, как бы, проникаем в совокупность, да, вот, как бы, в универсальность вот этого мифа. Вот, в данном случае мы имеем дело немножко с иным, потому что Касая – это персонаж, как бы, не из области культуры, да, то есть Касая – это, скорее, персонаж такого, как бы, какого-то народного эпоса, который, наверное, заимствует черты еще у, скажем так, русских, там, святых или юродивых, кликуш, вот этой всей такой народной смеховой, как бы, культуры, где низкое соседствует с высоким. Вот, и поэтому, вот, и поэтому мне кажется, что вот здесь вот, как бы, форма презентации жития косой в виде икон и по технике, то есть это на дереве исполнено, да, с очень большим количеством референсов, как бы, в сторону, вообще, иконографических, как бы, образов, да, то есть мы здесь, вот в этой части экспозиции, да, где мы сейчас сидим, имеем дело с, как бы, житием косой, представленных, как бы, на этих, вот, шести, как бы, работах, вот, и это тоже любопытно, может быть, вы сами что-то скажете, Андрей, на эту тему, мне, как бы, показалось, что совсем, как бы, с другой стороны, но каким-то образом это совпадает, да, с постконцептуальными такими и концептуальными художниками, типа, там, Константин Звездочетова, Георгия Летичевского, да, вот эти, как бы, заимствования, как бы, византийской, какой-то такой пластики, и на уровне персонажа какой-то такой героики, да, то есть это, вот, что вы, вот, мне как раз вот интересно, вы, как преподаватель, раз уж у нас семинар, да, тоже на эту тему? Нет, ну, здесь, я должен сказать, здесь самое интересное, вот, дребезжание между реальным человеком и созданным персонажем. Вот, если вспоминать Константина Звездочетова, известного мифа Твакса, хотя я как обнаружил, что здесь, в источнике, здесь не лежит Константин Звездочетов, то есть напрямую, то есть он уже вторично приложен, как стало ясно. Но все равно, как бы, здесь я вижу, опять-таки, вот, то, о чем думал Константин Звездочетов, святовая там, страна Пердо и другие истории, но там, собственно говоря, самого Звездочетова ни в какой форме-то особо и не было, это были некие отдельные Звездочетовый мифотворец, который создает эти вот прекрасные мифы про Деда Мороза и прочих, потому что, собственно говоря, позиция художника-персонажа, она аналитична к материалу. Персонаж, художник-персонаж, это способ, разрушительной аналитики, собственно говоря, чем, в чем страх и советской власти был от артистов, что они таким образом разрушили, деконструировали, деконструировали, всем стало понятно, что невозможно. И та же история со Звездочетовым в известной степени деконструировали имперский миф, и диссидентский, и декадентский, все было подвержено деконструкции. И в данном случае, если как бы следовать, то вот эта идея деконструкции, а художники-персонажа, как тотального деконструктора, здесь Ульяна, кажется, бесстрашно деконструировать новые постсоветские имперские и националистические мифы. То есть, фактически прикинувшись национально-русской героинь, которая вот здесь как бы конструирует новую русскую идею. Вот. Что и не случайно Ульянов вспомнил про Владика Мамушева-Мадроу. Если Константин Звездочетов как бы оставался отделенным, само тело Константин Звездочетова отделено вот создаваемых мифом, то в данном случае мы имеем дело когда это тело прекрасное тело. Прекрасное. Спасибо. Оказывается, имплантировано. Ну, или слипается, да? Сливается. Имплантировано. Не слипается, а как бы имплантировано. Как бы если у прекраснейшего нашего Владика Королевича все это было как бы нераздельно фактически как бы его образ и предмет искусства. Здесь, конечно, все это разделено. Вот здесь сидит красивая и умная женщина. А вот там движется персонаж, который создает подвиги. Он скорее страдает бессмысленным героизмом. Да, страдает бессмысленным героизмом. То есть вот здесь у Мамушева это было почти слит, а здесь мы видим вот этот вот как бы зазор. Мы видим вот этот зазор. Мы видим зазор между вот этой вот красивой и умной женщиной и вот этой вот страдалицей бедной, который там что-то творит какие-то небесные иконы. Мне любопытно другое. это может быть вопрос, для себя для меня является центральным. Так или иначе, сидя здесь сейчас, мы, Андрей, можем навести предъявляемый нам образ мифотворческий на реальный Ульяна. Вот можно спроецировать ситуацию восприятия этих образов в таком режиме, где Ульяна отсутствует. И вот ты говоришь, что Ульяна сама по себе красивая, умная женщина. Вот мы представим себе, что мы как бы профарные какие-то зрители. Просто пришли на выставку. просто пришли на выставку. Вот в каком режиме, так сказать, и какие свидетельства, какие качества могли бы нам что-то в этой ситуации прояснить? Вот. Понятно, что существует видео, и можно посмотреть титры, и понять, что в роли косой выступает в свое время один и тот же человек, то ли корына, то ли пресс-релиз. То есть я не видел Ульяну прочтя пресс-релиз, так себе все это представил. Попрос тогда может быть тогда еще проще. Существует ли режим восприятия вот этого как бы так сказать напрямую, не включая вот эту оптику художника-персонажа? Нет, но здесь я вижу, что это художник-персонаж. Это не самодеятельно и искусство. Такое может быть только глубоко самодеятельно и искусство. Или уже как бы то есть в примитиве. И такой примитив в самом деле существует. Лобанов. Да, вот Лобанов там, но это старшее поколение, сейчас и помоложе тоже все это существует. мы видим, что это примитив. Ну, так, чтобы все понимали, когда смотришь на вот в Татьяковке, смотришь на лежащего, отдыхающего солдата Ларионова и настоящего пиросмани, мы понимаем, в чем здесь разница. что Ларионов-то понимает, что он работает за примитив. А пиросмани нет, он создает красоту. Потому что там у Ларионова есть юмор. Нет, есть позиция остранения. Там же все смешно очень. Вот там, где мы видим эту позицию остранения, здесь мы ее несомненно видим. Там как бы не нужно долго объяснять. Чем тогда вот это остранение, как тебе кажется, вот какие качества работы намекают тебе или дают сигнал вот об этом остранении. Потому что на уровне как бы ну наверное слишком манерно отрефлексировано. Нет, как раз примитив современное предельно манерное. Здесь стиль взят очень точен. Как раз вот этого стиля манерного примитива взят очень точно. И в действительности он во многом в настоящем вот здесь видно, что он восходит ко всяким интернет-мемам. Вот это вот девушка закон контакте. Это точно из ВКонтакте. Да, ты это читаешь, ты это чувствуешь? Нет, я картина. Мне как-то сложно, ну во сколько мы с вами. Вообще здесь есть несколько интернет-штук, которые в качестве знаков употребляются. не конкретный этот. Да. А я думаю, что это просто... Оставший от жизни навсегда. Несу тогда к вам вопрос, вы что меня здесь узнаете? из интернета, я увидела, что там есть ютуба, что-то, но я еще когда началась с мамой встречи, у меня все еще вспомнилась даже иллюстрация. Потому что ну может быть я этим не знаю, если у меня есть даже художница, которая мне тоже нравится. И особенно эти красные ногти, очки, красные красный боди, пальник. Здесь есть хэштеги, например. А, вот смайлики я вижу, Да, здесь смайлы и хэштеги. Да, здесь есть упоминание о ютубе. И вообще здесь много гаджетов, кстати. Если кто не заметил, здесь очень много телефонов, планшетов и вообще вся эта история придуманная, она началась с какой-то присказки, которую я услышала от таксиста, вот, со странной штуки, которую я начала рисовать. А потом я поняла, что это история, которую он мне рассказал, она взята абсолютно из глубокого народного сознания, а сейчас все народное сознание теплится на просторах интернета. Я начала выискивать самые бредовые и странные новости, которые есть про Москву на территории Ютьюба, вот, и уже по ним начала рисовать определенные сюжеты. Поэтому, естественно, здесь есть какая-то коллекция с интернетом. Нет, даже не с интернетом, а как бы с новой стадией коммуникации, которая порождает, собственно, эти, как сказал профессор Преображинский, фантазмы. Фантазмы, как бы, они... Ну, расскажи, и что? Вот на тебя произвел впечатление рассказ от таксиста. Вот, и... Ну, наверное, и до интернета в желтой прессе появлялись какие-то сенсационные городские новости про какие-то... Нет, я имею в виду визуально... О визуальных маркерах, которые нас связывают с интернетом или с эстетикой? Там где-то в глубинах, в самом деле, в глубинах ВКонтакте, до которых я не дохожу, но мельком как-то почему-то вижу. Кажется, как раз вот такие. Такой уровень до крайности такого микширного сознания, он не характерен. И вытаскивать ее на картинку, наверное, то есть то, что мы с тобой старые не видели, не видим. То есть в нашем фейсбуке мы видим таких же стариковичей типа Гор Чехала, Альберт и совершенно удаленных от реального мира. А здесь у меня такое чувство, что там много реального мира нам с тобой, к сожалению, не видим. Это же хорошо. То есть почему-то я как-то начал распознавать области, которые для меня лично невидимы. То есть интернет-то большой. В моем интернете я вижу бесконечные пропотания Юры Альберта, Гор Чехала. Вот смотрите, тогда интересный вопрос возникает, что фактурой этого мифотворчества является, как ты его называешь, глубинный интернет. Я хотел сказать, что так или иначе вот такого рода наверное можно назвать это в конце концов информацией или такого рода запредельного качества поток он на сегодняшний день артикулируется. То есть наверное рождается он все равно в глубинах подсознания и надсознания народного, но артикулируется он в сети. То есть это как бы виртуальное пространство. При этом Ульяна как художник, как экспозиционер своей собственной персоналки использует в качестве референса, презентации всего пространства такую достаточно понятную и узнаваемую храмовую структуру. Если не знаю, заметили вы или нет, но вот экспозиция она вот в форме креста вся. Есть вот эти жития, есть алтарная часть за заборчиком, где в алтарной части мы видим как бы видео. Вот вот этот как бы фактура с просторов интернета представлена очень таким ортодоксальным как бы способом. как вам кажется, Андрей, в этом есть какая-то свежесть? Потому что это достаточно новое, потому что многие московские концептуалисты, в том числе и из тех, кого мы обсуждали, с этими мифами работали и даже использовали храмовую и алтарную структуру, для представления, но тем не менее все-таки эти мифы находились как бы в реальном пространстве все время. И вот этот художник из Москва Чугумов, по-моему, один из персонажей, который был порожден Арамой Ламидом, ну уж не говоря про милиционера, да, вот, не говоря про там так сказать вот там Витцина, Никулина и Маргунова, который был представлен в виде такой квази-религиозной фрески на документе девятой, где мы с вами собственно оба были, да, замечательная работа Костя Завиточетова. Вот этот разрыв между вот как бы реальным и нереальным мифотворчеством, как вы думаете, он существенен, он вообще, или это просто одна из полян, где это вот сегодня там существует? Ну как, это одна из как бы вот списка опций современного художника мифотворчества. То, что информация, вот это как бы, так сказать, вот эти, вот этот материал, да, вот эта фактура для мифа берется как бы не из реальной жизни, а уже как бы из виртуальной некоторой надстройки. Здесь я не соглашусь. Да? Потому что, в общем, где вы видели реальную жизнь? Нет, я не видел никогда, нигде, но все об этом говорят, мне самому любопытно. Реальная жизнь только в контакте бывает. Коллега, вы как-то это самое, у вас какие-то очень прогрессивные мнения. Уже лет 30, слишком прогрессивные. Слишком прогрессивные. Уже лет 20 полагают, что вот это и есть реальность. Welcome to reality. Да нет, я понимаю, и даже на уровне изучают. Да, тому же 20 лет. Да, да, нет, ну, я, более того... Тому же 20 лет фразы Welcome to reality. Да нет, я понимаю, я сам к этому, ко всему, как вы знаете, имел отношение. непосредственно. Вот, но вот... И так чушь, чушь, откуда такие заблуждения? Это не заблуждение. Смотрите, метафорический уровень языка, компьютерная реальность, он даже в каком-то смысле там коррелирует, да, там, как это айконс, там, иконы, все-все-все-все-все. Но, тем не менее, вот, и я в том числе на старте, так сказать, будучи куратором этого сезона, да, так сказать, понимаю, что такое постинтернет, какое-то количество проектов было посвящено этому, да, и где понятно, что берутся, как бы, плоские образы среды интернетской, превращаются обратно в интернет, в материал, да, то есть в отличие от интернета искусства, которое, так сказать, целиком существовало там, то постинтернет искусства, оно, как бы, существует в материале, как бы, по эту сторону экрана, то вот здесь, как бы, как мне кажется, жест еще какого-то следующего порядка, когда, так сказать, интернет-реальность, ну, взятая за основу мифотворчества, да, какая-то информация, или это, в каждом случае, неважно, откуда она взята, да нет, важно, важно, как самого источника жизни. Да, но вот это же нам подается в таком, очень, как бы, ортодоксальном виде. Вот советский бархат-плющ. Ну, да, 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 да. То есть, с точки зрения технологий, здесь все очень, так сказать, ну, как, традиционно. Ортодоксальная избушка. Ортодоксальная избушка? Кто ответит студентам, что такое ортодоксальная избушка? Поют сочинить. Как бы из словаря терминов московского конструктуализма и произведения Павла Петтештейна. Правильно, правильно, пробивайся. Вот здесь много ортодоксальной избушки. Вы, коллега, именно это имеете в виду? Нет. Ортодоксальная избушка? Эстетика МГ и вообще московского конструктуализма, она очень сдержанная. Да, ну, она разложна. Первая волна, сдержанная, а потом уже как-то ярче становится. мне кажется, вот как бы интересно, недаром я вспомнил художников Ньювейва, потому что вот даже Константин Звездочетов одно время очень увлекался этой эстетикой. или вот, например, Георгий Летичевский, который, так сказать, вот тоже работал с комиксами, с персонажами, которые кочевали у него, так сказать, там, из одной истории в другую. Да, то есть, ну, там, конкретно МГ-то не в таком, конечно, визуальном, так выражать, жаргоном языком расколбасе находится. Ну, здесь я скажу про Летичевского, что все же для Летичевского, для кандидата в филологических наук Георгия Летичевского, поход в сферу комикса в конце 80-х был интеллектуальным проектом, потому что никакого, собственно, комикса в России не существовало. Для этого нужно было сделать ну, то есть, добыть оттуда информацию мог только кандидат в филологических наук, потому что русскоязычного не было. И он его как-то адаптировал. А в данном случае мы имеем дело с той пеной в конце поверхности по названию ВКонтакте и она на глазах. Там как бы другие комиксы были. То есть как раз ближе звездочетов, который как бы тоже брал эту пену, который еще даже вот смотрите, вот первый проект звездочетов про как бы вот даже Андрея Филиппова там вот про имперскость были построены в момент, когда всякая имперскость между как раз вот до девяносто ну как бы девяносто первого года. И тогда они как бы надували надували такой вот как бы пузырь, который потом вдруг оказался правдой. Реализовался. Вот. А здесь вот это как мне кажется гораздо ближе к реальности. То есть вот это уже как бы мне кажется осуществлено. Надувательство? Да. Пена. То есть вот это скажем больше похоже на хроники с фронта. Такие вот реалистические зарисовки. Фронтовой корреспондент. Художник, военкор. Мертвый фотокорреспондент. А вот объект. вот здесь у меня есть вопрос о проекте Олимпиева и Жунина с косой. Ну, я не видела, но это хорошо. А в данном случае он приобретает такой вот распальцовку к месту. То есть вот я бы здесь же желал больше реализму распальцовки. А то как-то много народного искусства. Это были живые руки? Каса-то почти живая. Ну, а руки вот. А здесь какой-то сок получается. А вот эти виртуальные перчатки? Где? Ну, они же совсем другие, они почти живые. Как, они же из березовой краски? Нет, ну, это такое понятно, что это такое усиление, как бы, да, то есть это вот оружие, да, это тоже из фольклора, там, типа, вот там, меч кладине, шапка-невидимка. Здесь вот такие перчатки. Прямо здесь, конечно же, первым источником является мифологическая любовь касте. В общем, мифогенов, сказать. Но там были враги. Нет, и друзья тоже. И друзья, да. А сейчас враги кто? А вот там видно, какие-то есть враги. А вот давайте нам, пусть нам расскажут. Почему этот вопрос кому-то? Если мы рассуждаем о комиксе, значит, есть персонаж, который в кавычках может назвать его супергероем, пускай это будет герой, который страдает бессмысленным героизмом, с чем он может бороться? Если он представитель общества умножения, людей, которые бесконечно сидят в интернете, которые думают о каких-то неглобальных вещах, а скорее это мелкие бытовые переписки, там что-то где-то на фоне происходит, но это странные новости в интернете, которые захватывают каждого человека, но при этом это набор какого-то бреда, там в Москве реке появились самые мутанты, там что-то еще, в моей ситуации этот персонаж борется с большим городом, с урбанизмом, потому что для меня, как для художника, это не как для художника, здесь возьмем личность, это тягость, вот, меня до свидания, пугает и страшит эта машина, и Касая, она как раз борется с тем, что происходит в большом городе, она с урбанизмом как-то воюет, мне кажется, с тяжестью пребывания с этими рамками, которые он создает, там же люди все страдают, они же в метро как во врата ада входят. А в этом тоже есть текст, по-моему, Ферштейн. Что вот делает город таким тяжелым? Тяжелым? Ну, умножение раз, некомфортное, личность теряется, себя можно потерять легко, а для меня это самое страшное, свободы нет, художник не может существовать без свободы. Какая тут свобода грязнется, а потом приходит разная, посуда грязная, уж какая тут свобода, то есть вы ищете естественного аурсаистского человека, понятно. Ищу ли? Рискуйте. Рискуйте. Рискуйте.